Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Европа продолжает судужно искать замену российской нефти, но пока и безуспешно. Немецкий министр экономики Роберт Хаббек вчера выразил поддержку руководства США и Великобритании и в их настойчивых призывах, адресованных странам Персидского залива, выйти из соглашения с Россией по ограничению добычи нефти и увеличить экспортные поставки черного золота на американские и европейские рынки. Вице-канцлер Германии пошел даже дальше своих западных коллег и призвал Королевство Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов не только увеличить поставку нефти для американских и европейских НПЗ, но и не увеличить при этом цену на топливо, а лучше и вовсе снизить ее. Немецкий министр экономики опасается, что поставка нефти даже по текущим ценам не спасет европейскую промышленность, подсевшую последние как минимум 12 лет на дешевую российскую нефть. Вообще нынешнее обострение дипломатических отношений между Россией и западными странами отчетливо продемонстрировало всему миру всю абсурдность провозглашенного Европой курса по переходу на зеленую энергетику. Ранее каждый европейский политик бил себя в грудь, сообщая, что страны ЕС сократят потребление углеводородов, заменив их экологически чистыми источниками энергии. Но текущие события доказали, что это попросту блеф и профанация. Ни о каком сокращении потребления той же нефти сейчас и речи не идет. Напротив, действия американских и европейских политиков доказывают, что нефть им нужна еще больше, чем ранее. Об этом же свидетельствует безудержный рост цен на топливо и все прочие товары. Мы неоднократно говорили, что без доступной нефти экономику Европы ждет полный коллапс и деиндустриализация. Все последние годы европейская промышленность держалась на плаву исключительно за счет дешевых энергоресурсов из России. Без них эта промышленность попросту станет неконкурентоспособной на мировом рынке. Единственным выходом из ситуации станет перенос всех производств в страны с дешевой энергией. А выбор этих стран, как известно, невелик. Это Россия и ближневосточные государства, включая Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия и Объединенный Арабский Эмират. Россия наиболее предпочтительна для открытия бизнеса ввиду оптимального географического положения, квалифицированной и относительно дешевой рабочей силы, низкого налогового времени и малых административных барьеров. Собственно, процесс переноса производств в России до начала спецоперации на Украине уже и так шел полным ходом. Сейчас он на время приостановился по понятным причинам. Однако нет сомнений в том, что вскоре он возобновится с новой силы. Пока же страны Запада еще не потеряли надежду найти замену нашей нефти. Хотя надежд на это у них остается все меньше. Предыдущие попытки президента США и премьера Великобритании оказать давление на ближневосточные страны ни к чему не привели. Едва ли сколь-либо значимых успехов в этом направлении добьется немецкая делегация, вслед за Борисом Джонсоном, также отправившиеся в Арабские Эмираты, обивать пороги наследного принца.